Задание выполнено с ветерком БТРчик наш выдержал, да? Может быть стоило патрончик мне взять, потому что у меня такое ощущение, что у меня пути назад в принципе нет. По крайней мере сейчас. По крайней мере на данный момент. Ну вот мы прорвались. Ага, судя по карте, завод Росток где-то поблизости. Вот эта дорога ведет к нему. Точно. Точно говорю. Бывал здесь до этого? Не. Когда я был одним из агентов ученого, снова нам... А, сюда нам заходить было запрещено. По некоторым данным здесь был обнаружен очаг неизвестной болезни. Чернобыльская чума. Возможно. Я не помню название. У меня припасена вакцина, если что. Надеюсь, она нам не пригодится. Что-то Абдуль пока со мной не хочет болтать. Хотя у меня второй был вопрос к нему. Ну, ладно. Что имеем, с тем и идем. Тихо. Что-то шумит. Ну, ладно. Тебе виднее, Вась. Что-то как-то странно держит бинокль. Не страшно. Ну, что ты там долго будешь разглядывать? Так, вот у меня вопрос. Спрашивай. Мы же можем вернуться обратно на свалку? Вот. Меня тоже этот вопрос терзает. А то во время взрывов я толком дорогу не запомнил. Да и аномалия там какая-то страшная была по пути. Вагон как наизнанку вывернул. Ну, ты даешь. А еще и разведчик. А еще разведчики метишь. Есть у меня наша карта с обозначением больших аномальных зон. Та аномалия называется проклятие РЖД. Радиус действия и силы ее просто велики. Ну, ты и сам видел. Забыл тебе про нее рассказать. Перед выездом в суматохе. Ты слишком уж торопил события. Вспомнил только тогда, когда ты в ее сторону поехал. Вся жизнь перед глазами пролетела. Ну, да. Ну, та, что помню. Может, дашь карту? Мало ли, судьбе повезет обратно на юг. Прости. Карту дать не могу. Мой ПДА. Это не может позволить. Видимо, какая-то защита. Но могу показать путь. Смотри, записывай. Ну, что есть, то есть. И на том спасибо. Так, инфа. Абдуля. Переход с бара на свалку. Слушайте, ну все-таки ништяк. Есть переход. Слава богу. Так, дальше. Диалог. Что такое? Ни шагу больше. Видишь этот автобус? Там аномалия. А, там аномалия. Как ты определил? Турица. Кроме того, эти кости красноречиво говорят о том, что в этом автобусе обитает нечто опасное. Попробуем его обойти? Можно, конечно. Но, сдается мне, что по бокам тоже опасно. Здесь дело в другом. Слышишь? Что именно? Музыка. Она доносится из этого автобуса. Действительно. Я как-то не обратил внимания. Эта аномалия заманивает человека музыкой. Может быть. Обратим внимание на сам автобус. Ржавые стекла выбиты. Он стоит здесь как минимум год. Люди, пытавшиеся пробраться мимо него, полегли здесь. Их тела истлели. А музыка все играет. Чайковский, блядь. Да, точно. Это Чайковский. Лебединое озеро. Если не ошибаюсь. Все это очень интересно. Но как нам миновать эту штуку и продолжить путь? Продолжить путь. Я думаю, между музыкой и аномалией есть некая связь. Улавливаешь? Ты хочешь сказать, что надо ее выключить? Да. Еще советую обратить внимание на вот этот столб, что справа от автобуса. Видишь, на нем горит? Свечечка. Это неспроста. Это могила. Братская могила для людей, ехавших когда-то на этом автобусе. Столб – это свечка. А лебединое озеро – их погребальная музыка. Пока горит свеча, играет музыка. До тех пор аномалия работает. Короче, попробуй пробраться в автобус и вырубить проигрыватель. Это все равно, что сказать призни с девятого этажа и не убейся. Действительно. Пробраться в автобус и вырубить музыку. Слушайте, а я свечку-то и не заметил жестко. Мистики полно в моде. Пробраться в автобус. И вырубить музыку. Ну, пойдемте, подойдем к этому автобусу. Хер его знает, что будет, конечно. Аномальная зона свал. Собственно говоря, все. Так, а что мне кукла скажет? Может, кукла что расскажет? Окей. Пошли повеселимся. Так, а что мне кукла говорит? Я вижу, что ученые-солдаты, удирающие из Ниагропром, погибли. Их убило электричеством, но виноваты в этом были они сами. Макс тоже погиб? Нет. Я чувствую, что он еще жив. Есть. Его кто-то спас. Можно расслышать какое-то слово. Он повторяет его много раз. Янтарь. Возможно, имеется в виду научная база на высохшем озере Янтарь. Мы должны отправиться туда. Макс, скорее всего, там. Кстати, новое задание у меня активировалось. Долгожданная встреча. По наводке куклы. А тут блядское лебединое озеро. И что с ним делать? Хз. Что ж с ним делать-то, а? Окей. Так. Что ты видишь? Я уже ничего не чувствую. Сыра нет, блядь. Пойдет самому как-то разбираться. Так, а что-то я начинаю потихонечку догадываться, что надо сделать. Пройти по скелетам, может быть. Сначала этот. Теперь этот. Буточка-то играет. Ой-ой-ой. Неправильно сделал. Еще раз. Нет, наверное, все-таки сразу туда надо, к тому. Эти. А, нет. Так, что еще я делаю не так, а? Ребят, запоминайте этот маршрут. Это именно тот маршрут, который... Мужик, ты расслабься. Все там будем. Это тот маршрут, который нам был нужен. Так, все. Все еще мы на переходе, да? А, автобус теперь с этой стороны. Что произошло? Все нормально. Ты обезвредил аномалию. Я вытащил тебя из автобуса. Теперь путь к ростку стал безопаснее. Ну, двинули. Двинули дальше. Здесь кто-то есть. Так, опять стоим. А, с норки. Чем, блядь? Думаешь? Сволочь, не доставай меня! Так, а наш красавчик куда-то вперед убежал, да? Так, офигеть! Блядь, я, конечно, не верю, что я уже практически пришел в бар. Блядь, я, конечно, не верю. Рация какая-то. Кто вот это, блин? А, зомбачью обычно. Чего? Я-то думал. Что там? Кто там? Кто там? Ага, вот я взял рацию. Может, ее надо использовать? Прием, прием. Прием, прием, кто-нибудь, отзовитесь. Прием. Вас слышу. Слава Богу. Это капитан. Ответьте. Где ваша группа? На связи разведчики. Кто говорит? Я ученый. Мы совершили вынужденную посадку на территории завода. Вокруг толпы зомби. Не вздумайте лезть на пролом. Где вы находитесь? В треснувшей водонапорной башне. Она там. Одна такая. Вызовите. А, вызволите меня отсюда. Как мы это сделаем? Будьте осторожны. Здесь инфекция. Что это было? Связь перерывана. Но рация еще у меня. Колбаска свежая, интересно. Херс 2. Свежая. Что так виновата как-то? Так. Со мной на связь вышел ученый. Он находился где-то там, на заводе. Просит ему помочь. Как он выжил среди толп зомби? Спрятался в водонапорной башне. Говорит, что мы можем пробраться к нему по какому-то пространственному туннелю. Как поступим? Ну что ж, давай поможем бедолаге. Зомби не слишком опасные противники. Что скажешь? Завалим этих мертвяков. Как скажешь. Но советую тебе найти оружие помощнее и кучу патронов. Кто его знает сколько там этих зомби? Лучше всего подошел бы пулемет. С радостью. Ну где ж его взять? Я осмотрел тело этого военного, у которого ты нашел рацию. При нем был клочок бумаги с пометкой, в которой говорится, что в казарме, а что в КАМАЗе, у дороги спрятано оружие. Советую проверить кузов машины. Возможно, ты найдешь. Если не оружие, то хоть патроны. Я подожду здесь. Но недолго. Окей. А, вот он КАМАЗ. Так, я выдвигаюсь к заводу. Да подожди ты, мать твою. О, тут еще и сейф. У меня сыра нет. Ну извиняй, братан. Придется нам с тобой прорываться, как говорится, как есть. Так что, что имеем, то и имеем. Погнали. Погнали. Что, что? Буля. Зачем? Тихо, что это? Да 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 Блять Блять Твою мать Короче, пришли на игрушку, готовы Отстаньте от него, твари Такая жесть будет, а? Отстаньте! да ладно как там цел вообще блять не обезболивающих не взял ни патронов ни хера еще инфекцию потонул прекрасно и весь схорон у меня там спрятан блин здесь хоть что то здесь будет хоть какие-то патроны хоть киллера нет сейчас судорога пройдет так выбросить нахер тот калаш спалкнулся так я не знаю сколько патронов осталось совсем чуть-чуть честно с ножом будем идти я зря калаш вытащил ребятки у меня еще снайперка конечно есть ух ты болевать а тут аномалия жесткая такая видимо туда мы пока не пойдем все заброшенное думал тут торговец будет добротно хорошая нет за патронами придется на свалку возвращаться на этот раз возьмем наверное побольше их давай да и стволов тоже побольше патронов и стволов где-нибудь здесь наверное сделаем схрон ухты вертолетик какой-то игрушечный если честно на вид по крайней мере тем не менее ребят мы добрались мы прорвались скажем так оружие стало немножко убита но блин все равно добрались наконец-то я рад что ты добрался живым взаимно что ты здесь делаешь опять же стоит на сейчас это диалог ребят проговаривать может пусть эти красавчики тут побудут а я все-таки смотаюсь за патрончиками блять вот аномалия какая-то жесткая летает мне чё то так кажется патрончики мне будут нужны без них ой блять лучший диалог наверное может быть даже возможно не продолжать так что ребят давайте-ка вернемся на свалку за патронами так возвращаясь на свалку вижу вот такой интересный труп волчок уникальный артефакт уничтожает вредоносные вирусы чернобыльской чумы на несколько метров вокруг себя что характерно тело человеческого тела не разгоняет а наоборот угнетает свойства этого артефакта чтобы он эффективно работал необходимо сжать его в руке после этого артефакт упадет на землю и вокруг него образуется невидимое поле радиусом нескольких метров в которых все вирусы будут уничтожены прикольно вполне себе удачно очень даже удачно вообще переход тут не очень далеко дроби почти нет да я вам так скажу ребят ни хрена почти нет жрать хотим пить хотим инфекции заразились патронов ноль ну как ноль по минимуму так что нам что то думать на отчет решать так в кабине ни хрена ничего нет так интересно как будет сам переход происходить назад там же минное поле бтр у меня взорвался да то есть сам факт сам прикол сам прикол блин состоит в том что сейчас еще посмотрим как возвращаться многие конечно квесты не видны в пд а вот сейчас допустим если игрок забыл что у него и его здесь ждут короче то все вот два у меня задания всего на все в инвентаре вот это конечно плохо это очень плохо так ну что по пути назад я в принципе не вижу никаких особых препятствий преград автобус на набуде час там стоять ну думаю да но опять же никакой опасности особой представлять он наверное все таки не должен уже хотя здесь вот как видите а тут с этим нет комплект потому что автобусе еще через хорошее получит предмет колба номер два и что это стесняюсь спросить вон она чё но это до янтаря подождет неплохо блин знаете чё еще ребят кассетку номер семь не еще надыбать а где ее надыбать этот вопрос это аудиокассета которая у меня вроде все есть и 7 нету 7 где-то прощелкал прошляпил где не помню честно вообще не помню где а вон где я появляюсь так хочу глазах темнеет а это скорее все от инфекции так это мне тут куча квестных предметов ребят валяется поэтому идет это долбанное сканирование для кто-то лопату поставил ха-ха-ха вот так воткнул в землю прикольно прикольно блин ну ладно хай стоит так от инфекции у меня есть вот эта волшебная пилюля вот она вот продайте кассеты ребята 9 8 6 5 4 3 2 1 7 нету не знаю где 7 так инфекция ушла инфекция ушла бодрость пришла я вот знаете чё думаю так вот и все может все таки взять с эмочкой побегать патрончики вроде как есть хотя знаете мало можно и калашик взять 45 40 45 40 40 20 блин ну вот этот конечно послабее послабее в разы ак-74 и патрон у него кстати а патроны обычные послушайте так может оптику на него установить да и с ним побегать чуток снайперку отложить пока 45 40 весь вопрос ребят вот в чем сейчас попробуем несколько видов прицелов у меня их много это слабенький будет а чё у него за патроны кстати а хрень хрень на постном масле честно так три вида прицелов я взял глушители даже не буду устанавливать не хочу так у меня еще вот эти руководства были попробую потом после них может быть может что получится так значит во и не надо даже ничего учить причем мне вот что нравится мне нравится его реально такая охренительная мощь калашана его надо чинить ребят его надо чинить как вы видите он немножечко того так а ремкомплект у меня есть для оружия мг кажется что и нету для экзоскелета кстати есть сейчас починимся блять прикиньте нету иногда мне снится сыр так так тушенку будешь не не будет что так виновата как да ладно тебе вася так все съели короче что то не то блин плохо то что нет ремкомплектов ребят ремкомплекты аж на кордоне блять а туда идти я не хочу далеко туда идти далеко вастенько будет здесь покупать дорого лучше по отдельности у торговца блять западло а вот этот ремкомплект вообще ни о чем то ли обучаться надо то ли я что-то вообще не в сосуд почему такая херня и починить оружие никто не может мне кстати очень так нет нет комплекте вы менял на на этот самый скажите мне я скажу на аптечке так ну ладно я надеюсь что я эту винтовочку все-таки починю я все-таки считаю что надо надо для разнообразия походить с ней возьму я наверно улучшенные патроны не менее в хорошем количестве скажем так в приличном количестве вес 55 блин а то что конечно оружие убитая вот это мне не нравится на кордон по хорошему прогуляться надо еще конечно же у меня блять фонарик о господи хотел быстро сказать разбили да а ну почем ремкомплект здесь вообще так инструменты ремкомплект обычный рекомплект для костюмов набор для чистки оружия блять вот почему я не могу обычным ремкомплектом пользоваться а скажите-ка мне пожалуйста вообще какая-то лажа в общем ребят как я уже и сказал хз пока я даже не знаю что с этим дерьмом делать побегаю пока так побегаю по лазию поищу может быть что нибудь налазию надумаю в принципе пушка хорошая прицел хороший будет заедать я понимаю это всей душой надо пожрать сварить но блин ладно сейчас все равно блин тут перекатываться ночь а потом наверное двинемся в пар фу ну и гадость гадость не гадость а жрать хочется чё ж поделать то может быть надо этим ремкомплектом просто напросто обучаться только я нигде не видел такое пособие скажем так несколько стричек пособия по стрельковому делу подствольных гранатометок содержит кстати вот насчет подствольных гранатометов это я еще по моему не знал здорово ну-ка может я теперь смогу смонтировать его один у меня есть нет не подходит он сюда ребят ну ладно похер изучил и изучил изучил и изучил вернее набор инструментов приспособлений и ветоши для чистки и ремонта амуниции в походных условиях к сожалению содержимое набора произведено кустарным способом кем-то из народных умельцев и не выдержит интенсивного использования ну блин прикол в том что я его вообще не могу использовать никак на поезд не вешается прикольно понимаете ребят то есть весь прикол в том что ну никак я сейчас не починю его мне реально только заказывать хотел сказать из-за бугра ну практически 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 из-за бугра на самом-то деле ну давайте закажем ладно чушку закажем им комплект 1 так что я хотел выложить что хотел выложить это нахер это нахер у меня еще сколько 9 18 патронов и буду использовать в первую очередь уж больно мне эта пушка нравится так пожирать сварил вот ты набрал и смотрим что лишнее кстати волчок квестовый да артефакт его выложить не могу да очень много стало ребятами появляться квестовых предметов записка записка реки тиров кстати записку реки тиров могу вытащить нет тоже не могу ладно похер пусть лежит зуда 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 так это аптечки ремонт экзы кстати можно отремонтировать так ремкомплект ну и все ребят собственно говоря так ремонт экзы еще один я возьму остальных ремкомплектов у меня нет в принципе вот это дерьмо стоит по 7 штук только кому по ее продать хотелось бы мне знать как в той песне ребят у меня повылазило от дебил вон у меня три штуки есть три штуки есть ничего давайте попробуем так чиним винтовку слушайте да это праздник какой то вы посмотрите на это состояние ничего мне больше не надо покупать абсолютно пистолетик на на тоже починил в общем пока тратиться не будем пока все хорошо особо нет прям так досконально чинить немножечко подлатать можно все ребятки все разрешилось самим собой шикарный у меня коллаж шикарные к нему патроны шикарном состоянии ремкомплекты я пока покупать не буду что за магнитофон стандартной кассетной легенды довольно потертый блять а откуда он у меня я извиняюсь а я его походу по запарке ребят подобрал короче короче так вот покемарить ни хера не вижу блять а я мой спальный мешок обратно ладно похер тут есть кроватка сейчас поспим и дальше разберемся не понял не понял блин ребятки я конечно все понимаю но я действительно не понял в чем был прикол вообще вообще то есть он от чего то умирает от чего все понятно радиации хапнул ой блять слушайте а у меня ж был артефакт который ее снижает я че то не понял полистойкость все все можете конечно туплю не по-детски прям так блять у меня был арт который снимает радиацию какой то какой то лютый пиздец какой то жесткий лютый пиздец я че то вообще уже урубиться не могу ну ладно так нахер не то я хотел нажать все спим нет ребятки это не то это не то это не то блять это не то что то я заработал из-за из-за этого того что я заработал у меня почему то такая катавасия происходит инфекции нет инфекции я починил починил господи инфекции я вылечил что это тогда может быть что это тогда может быть я пока просто думаю пока это самое я даже я даже немножечко предположить не могу что это может быть что меня может убивать что такое меня может убивать прям таки вы знаете очень странно для этого я без проблем кемарил ничего такого не было я не могу убиться возможно вот это колба возможно вот этот артефакт волчок уникальный артефакт уничтожает видоносные вирусы необычные чумы несколько метров для после этого артефакта пойдет на землю вокруг образуется какая-то херня понятно тихое гудение что-то я от грешу на вот это дерьмо хотя тоже нет знаете надо обратить внимание ребят на жизненные параметры раз такое дело ну вот допустим сейчас вроде бы все нормально не голодный инфекции нет радиации нет кровотечения нет сохраняемся попытаемся поспать спит нормально что это такое бля и вы посмотрите проснулись а чё это было скажите мне пожалуйста что это было за дерьмо сейчас не на меня даже просто интересно блин ну не знаю даже не знаю ребят вообще не знаю лажа какая-то жесткая 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 лажа фонарик у меня к сожалению наверное лишнего не будет ремкомплекты к сожалению я все потратил будет у меня фонарик да ладно вот да детка спасибо тебе кажется и фонарик у меня здесь есть супер так пожрать сварил воды набрал что отправляемся обратно в бар таким макаром так чё там с минным полем то херанет меня не херанет ладно будем надеяться что не херанет координаты тайника место вернее метка на карте так пленный разведчик хабар изи походу мы сейчас ребят пойдем хабар искать сколько тайничков а так хабар хитцера хабар поднапального хабар борща ну окей кстати и арт меня забрали что-то я тупанул артефакта тоже надо будет забрать так что идем так хабар борща читаем 1 а здесь нет такой прям особо инфы да так вот тут жесткая аномалия но все таки по старинке с той стороны запрыгнуть попробуем попробовали попробовали молодцы а теперь по старинке идем так все так ай-яй-яй-яй аккуратно идем а вот и хабар патроны патроны бинт гидроперит энергетик пораженные документы армейская аптечка сало две штуки окей следующий хабар изи изя 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 где же ты изя где же ты скажи-ка где ты где ты что неужели на дереве нет вот он патроны тушенка булыжник дальше дальше аж сюда ребят идем хабар хитреца только наверное сначала артик заберем уже можно так чем не повесишься 5 нормально пока сгрузимся под ох ты блять ах ты тварь слышь ты козел заспавнился скотина ты посмотри на него как заспавнился так и распавниться эй смотри что он там оставил что за артефакт интересного тот раз нам попадется так аккуратно пришли где она елки-палки смола пойдет еще одна смола так идем дальше все эти аномалии блядски бюреры блин и даже не собираются просыпаться я так понимаю я уже думал насчет того чтобы их расхерачить ну блин думал ладно они ж меня особо не трогают правильно что мне их трогать так собачки собачки вот где то здесь ребят этот тайничок вот это что то там в трубе лежит я че то заряды аккумулятора ты аккумулятор а это тайники этих дебилов все я понял на который у меня есть это гребаная радио которая типа пищи джужжит но я особо как то мне эти тайники знаете до одного места ладно так радиации блять ну давайте сейчас посмотрим как наш калаш сработает и сюда тварь ну ладно обойдем у ну Нормуль Ах ты ж тварь Чуть-чуть, блин Эта парна меня убила Окей А, кстати, наверное, справа Да что ж такое-то, а Тварь, блять Минус два Держи, держи Кого ты там держишь, Вася Только уточним Главное уточним, кого ты держишь Ах ты ж тварь Да, ствол что надо Вопросов нет Где ты, родная? Лединая Все-таки разбили фонарь Так, еще минус один Еще минус один Ай-яй-яй Что-то клинит часто Вроде исправный автомат Еще минус один Сколько шиха Так, там, по-моему, все Теперь вот здесь один Так, сейчас рябь пройдет в глазах Не вижу урода Вот и все Вот и все Так, теперь насчет тайника Где он, интересно, на крыше Ну, вроде как, да Или это не он? Нет, это не он А вот он Патроны, пистолет П Блять, урод Ты кувачка, конченная Последний фонарик Блять, падла Пока я разбил, сучка Это, походу, он был Так, это накопляет Писачка Так, и последний тайничок Хабар Папандополо Папандополо, блин Папандополо Еще какой Папандополо Я бы сказал, конкретный Папандополо А вот он Арбалетный болт 10 штук Вот это, кстати, прикольно Самого арбалета К сожалению, мне добыть Не удалось А на окраине Так как диалога с зомби Не было, когда я ему принес 20 обезболивающих Пейнткиллеров Ну, это уже глюк мода Это уже не моя вина К сожалению К сожалению, и вот так Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё так ну ладно ребят короче лишний хабар я сгрузил там мелкие патроны были там пару аптечек пару всякой хрени короче взял немножко калаша взял немножко дроби вот все нормуль все хорошо всем все как надо можно выдвигаться опять в бар трубка расчищена проход открыт так что берет идем в бар так я пришел в бар и наш красавчик куда-то побежал аду и вася стой а ты куда пусть он со мной даже что-то болтать не хочет у него может быть скрипт ребят сработал давайте понаблюдаем за ним я что-то чувствую что у него реально скрипт сработал он сейчас побежит на окраину локации потом прибежит обратно почему-то так кажется это мне конечно же не нравится не нравится что он тут им все дым бегает может быть не стоило выходить с локации это другой страны почему бы минимум не выйти было бы сильно кончились патроны и все остальное да он потом он по тому же ребят по тому же маршруту бежит соответственно у него просто сработал этот скрипт я очень конечно надеюсь самое главное чтобы этот скрипт у него нет заглючил это самое главное хотя бы переигрывать все эти тайники все остальное но если даже придется ну блин иначе придется вообще конечно же не хотелось все 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 блин а я вспомнил тут же сейф у нас есть так пусть он пока побегает гражданская война 1917 что хер там так кукла я надеюсь сыр не просрочен иногда я съела что-то не то ах ты сучка блин так гражданская война надо вспомнить пусть он пока там побегает надо вспомнить мина 1917 это ж точно и по 1922 1918 может быть вообще бред какой-то она в 17 вообще-то началась а здесь код 18 я короче подобрал вот забираю пулемётик и где наш красавец скажите мне пожалуйста куда он там убежал тесно далеко сейчас поглядим вон он уже бежит обратно ребят как я и говорил у него тупо сработал скрипт тупо сработал скрипт когда зашел на локацию это конечно плохо срабатывает типа вышел прогуляться пацанчик будем считать что так просто решил прошвырнулся слушайте сколько мне теперь патронов для калаша это я в тайничке взял да пулемет стреляет снайперкой ладно опачки и у него опять здесь же сработал скрипт вот это плохо уже может тут зависнуть пока я не проговорю с ним да ребят по ходу это глюк меня же диалог надо с ним пробазарить слушайте ну плохо дело по ходу по ходу нельзя было с локацией уходить сидят ладно будем надеяться на лучшее а вот я выдвигаюсь к заводу все таки сработал скрипт и все таки он опять выдвигается к заводу хорошо бред конечно полный лютый вообще жесткий бред что происходит блять вышел с локации и пися начинает опять по скрипту бегать туда им сюда дым это полная полная чушь я считаю это не доработка блин конкретно минус балл сразу стабильность моде конечно ребят х полная х полная г г и х и в чем одновременно хоть мод интересный но блять его дорабатывать еще пипец но этим заниматься как я уже понял никто не будет и не собирается энтузиасты то есть сам автор мода этого делать уже не будет очень очень навряд ли как писали на всех обзорах поэтому довольствуемся тем что есть ребят ничего не будет допиливаться ничего не будет к сожалению доделываться жаль 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 очень-очень-очень жаль щенок это зомби храпит так давай давай беги назад блин я за тебя время теряю зараза что ты шляешься туда-сюда обратно задолбал блин козел осторожно у мини мини осторожно не буду ноги чинить ребята не умеет так нормально вот если ноги повреждены то особых спецэффектов таких жестких нет может быть конечно выносливость как-то знаете уменьшается кто знает ну что такое ну что нет кстати а чё здесь а это ж типа арена да опачки халява плиз зампачок лежи лежи тебе полезно так ящики не открываются ну ладно цвет под лестнице я не смотрел есть чё нет то ну что все сборе ребятки все хорошо да давайте теперь кумекать сначала с этим наконец-то я рад что ты добрался живым взаимно что ты здесь делаешь я младший научный сотрудник член научной группы по исследованию воздействия зоны на атмосферу мы летели на военном вертолете мимо этого места как вдруг мотор забарахлил и пилот вынужден был совершить вынужденную посадку во дворе неподалеку отсюда сколько вас было четверо солдат офицер техник помощник и я посадка была мягкая никто не пострадал но на территории завода оказалось много зомби да еще и зараженных не изученным вирусом мы сразу же спрятались в башне и хотели связаться с базой но радио вышло из строя с тех пор прошло 4 дня а как же остальные мы с помощником носили спецкостюмы и не заразились от зомби но военные не избежали такой участи вскоре техник пропал без вести когда у солдата и офицера стали проявляться первые симптомы они решили прорваться за границы завода за помощью так как лекарства от болезни у нас не было они предприняли вылазку вчера ты не встречал их боюсь что они не смогли совершить задуманное по дороге сюда я видел тела военных рядом с одним из них я нашел рацию по которой связался с тобой эх, ну ладно, что ж поделать кстати, ведь ты же контактировал с зомби, не так ли? нет, я старался держаться от них подальше хорошо, тогда у меня к тебе вопрос как отсюда можно выбраться я думаю, что для начала тебе надо попасть в убежище разведчика там безопасно, оттуда ты сможешь связаться со своими надеюсь, ты покажешь мне дорогу к нему да, ближайшее убежище находится на свалке туда ведет дорога по которой мы пришли что так хреновато как-то так это кому хреновато, мне что ли? а, этот говорит, что ему хреновато что с тобой? мне вдруг стало плохо, загружилась голова ты употреблял микстуру? похоже, что местные зомби действительно разносят какой-то вирус да, я пил ее два раза что-то не помогает меня тошнит и ноги подкашиваются вот же блин, самый неподходящий момент зачем мы перлись на этот завод? погоди, не паникуй здесь есть ученый, я посоветуюсь с ним кажется, мой напарник подцепил местную заразу микстура не помогает плохо дело по-видимому, здешний вирус мутировал в большей степени нежели тот, который встречался в других районах зоны как ему помочь? он нужен мне живым не знаю даже понимаешь, так называемая микстура это слабое средство нужно лекарство, изготовленное специально вы шученые, у вас оно должно быть оно-то было, но при аварийной посадке наш вертолет сильно тряхнуло где-то на высоте 20-30 метров и часть груза, выпав из кабины затерялась где-то на территории завода кое-что, наверное, разбилось но было и два противоударных контейнеров с медикаментами если ты хорошо поищешь, то возможно найдешь лекарство в каком-то из них я могу пометить приблизительное место падения одного из них задача ясна Минздрав предупреждает Минздрав предупреждает да, тебе короче походу совсем херово так ящик с медикаментами а вот, ребят, кстати примерное местоположение блять это что было сука называется иди нахер отсюда я понял так а если здесь залезть уже твоя херачит как жестко так где я вот я вот примерно в той стороне блять что мне сложилось такое впечатление что нашего красавчика кто-то толкнул а он об ящик споткнулся все понятно теперь все понятно так ящик иди нахер а нахер с тобой так аккуратненько я просто хочу посмотреть ребят может наверху чё есть хорошее кажись что нет да ёбаная ты аномалия тварь так идти нам вон в ту сторону короче спускаемся выдвигаемся вот это еще чё за вид вертолетик интересно бы знать так ящик с медикаментами где-то вот сказали здесь будем шукать чего папа это ты это карлик не убивая он знает что-то важное ухты ёлки-палки папа это ты да нет это не я ухты ёпт тихо 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 малыш тихо ты чё не убивая он знает что-то важно у меня привел куда меня привел но разговаривать он со мной не хочет так 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 инфа павла папа они убили папа папа это типа вот этот по-моему сыр у амбет блин жестко конечно для детской психики вот такое ну во времена войны это было спеши рядом времена войн я хочу сказать такой психологический сейчас момент был психологическая сцена чебурашка где мы чебурашка и он короче бегает туда-сюда до был у меня один чебурашка съем оде так чебурашку тебе найти а где же тебе взять этого чебурашку хотелось бы знать чебурашка чебурашка мы был я раньше странно игрушкой безымянны я чё застрялся у великолепно так дубль 2 так вот сюда лучше не ходить здесь вот эти вот растения блядские так здесь я застреваю да блять а чё делать-то а ну-ка если у оп а этот ящик не не это самое да и матрасы тоже на них особо не поспишь ты а где шума чебурашку найти так ладно это все конечно хорошо чебурашка чебурашка давайте еще здание обследуем этот карлик тудым сюдым будет бегать я так понял искать искать отца и чебурашку так это что документы с завода росток часть первая я так понимаю в дневнике да докладная записка старшего мастера электросилового цеха завода росток на имя главного инженера 13 апреля 6 года после поступления срочной депиши из министерства я был назначен ответственным за эвакуацию персонала своего цеха сбор работников должен был быть произведен во внутреннем дворе завода в 10 часов по местному времени с целью посадки спецтранспорт и вывоза за пределы зоны отчуждения 10 35 мной была произведена перекличка в результате которой выяснилось что все работники на месте и ждут автобуса в 10 40 ко мне подошел вахтер михайлов 7 6 года рождения выполняющий обязанности ночного сторожа и попросила помощи по его словам на территории завода остался его малолетний сын которого он в нарушении правил распорядка привел на свое рабочее место ребенок затерялся в толпе работников и михайлов не смог его отыскать скорее всего он испугался из-за начавшейся суматохи из притоса в одном из цехов завода поскольку до приезда спецавтобуса оставались минуты но и медленно были предприняты следующие меры первое организация двух поисковых групп из числа работников цеха второе планомерный обход всех производственных помещений с целью нахождения потерявшегося ребенка 3 осмотр всех емкостей мебели технических предметов и рабочих мест где последний мог бы затаиться четвертое включение громкоговорителей на территории завода по которым транслировались голосовые сообщения непосредственно потерявшемуся ребенку а также к лицам возможно видевшим его по результатам данных мероприятий смею доложить о запись перерыва нам вот и все ребят ребенок который подвергся радиации ищет отца и потерянную игрушку как бы это грустный и прискорбно не звучало так ну ладно ребят где искать я пока реально не знаю вообще не знаю у меня есть только у меня есть только одна зацепка это отметка на карте ящик с медикаментами давайте попробуем достать этот ящик может быть что-то прояснится я не знаю опять же этот ящик находится где дождите а где этот ящик находится на втором этаже что ли тут по моему нет второго этажа как такового на крыше ну возможно на крыше на крыше нет вы знаете показано что уровень 1 я просто даже по карте вижу да что это уровень 1 вот скорее всего наверное где то здесь этот ящик находится хотя наверное все таки нет а ну-ка 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 странно по всем меткам ящик прямо подо мной а это что динамит что ли не открывается зараза знаете не могу я понять в чем прикол пока я вижу карлика но не вижу ящика с медикаментами я не вижу ящика с медикаментами но вижу карлика да ребят я понимаю агрослов я просто пытаюсь как-то разрядить обстановку в том плане что я реально не понимаю куда идти и что мне вот с этим ну скажем так малышом если его можно так назвать что мне с ним делать я тоже не знаю так но я честно говоря пока хз чё тут происходит чё делать дальше может быть с нашими поболтать может может какой-то диалог появится знаете может они что-то могут прояснить я все-таки два документа нашел этот ребенок то ладно мутировавший ребенок причем скажем так но может быть что-то все-таки прояснится вот кстати ребята есть диалог я нашел твоего техника помощника что в свете он жив вообще-то его звали павел судя по инфеста да он не выжил на теле был герметичный костюм значит погиб он не от вируса на действительно его звали павел просто мы с ним познакомились только перед экспедиция кто мог его убить муж зомби может и они хотя бы выпадая была запись о том что он успешно от них отбивался кроме того в его дневнике еще было написано что вертолет вроде бы сбили серьезно что за ерунда никто нас не сбывал не сбивал мы просто летели и все наверное у паши немного не выдержала психика от пережитого он часто страдал от галлюцинации что еще у него было с собой какой-то ключ не знаешь от чего догадываясь скорее всего от подземного склада которого располагается под заводом у военных баллокарт на местности и план ростока там он был обозначен павел видимо прятался там до поры до времени потом решил выбраться наружу и погиб ясно теперь пропал да но я же говорю немного двинулся понимаешь слабая психика что поделать так что-то он юлит а почему тогда этим складом как убежищем не воспользовались вы мы хотели воспользоваться но представь себе подходит к нему кто-то заминировал там еще табличка стоит с надписью видимо это сделали выжившие при эвакуации к входу в подвал ведет еще одну дверь она не заминирована но заперта видимо павел нашел ключ как раз от нее могу обозначить на карте спасибо я проверю и последний вопрос ты не видел здесь карлика с виду как зомби но меньше ростом и шестрее нет таких тварей не встречал так наш красавчик владимир который что-то недоговаривает и я это прекрасно вижу что-то здесь не чисто и совесть его тоже я думаю не совсем чисто поэтому путь к подземному складу вот вижу ну погнали погнали к этому подземному складу это вот здесь что ли да так не понял а понял тут такой переход а вот по моему осторожно где-то рядом ворота елки-палки мать честная молодец кукла что предупредил так ну ка ты твою мать да стреляет наш жекан лучше чем бросает гранаты блять сучья по-моему я его нет я его не загасил вот теперь уже загасил так на это бывшая база долго только здесь выход с этой стороны интересно конечно сделали выход нахренеть осторожно мины так сюда я так понимаю лучше пока не заходить филон новичок зомби с собой ничего нет филон новичка твою мать пипец кто б мог подумать что такая херня случится а а ну ка попробуем пулеметчиком ну иди сюда тварь так охереть вооруженные зомби такое я конечно вижу впервые такое я так рука зомби мне в помощь как бы это парадоксально не звучало так еще один готов сколько вас там вот этого я прям пришил прям сразу охренеть зомбаки вооруженные стволами это что-то новенькое скажу я вам это не просто что-то новенькое реально что-то новенькое я вот это вот не вовремя так хорошо так еще одно предложил сколько вас тут а чё неужели все нет не все а вот теперь вот теперь кажись все так вода у меня есть пока что пыда разведчиков с ростока пыда лидера группе разведчиков засевших подвале завода росток кассета номер десять ребят не номер 7 но номер десять сейчас почитаем ребят сейчас обязательно почитаем что там здесь провизия так давайте глянем все таки неплохо мы устроили здесь подвале завода заблокировались как следует заминировали подступы можно жить скоро зачистим завод от зомби и будем промышлять в плане артефактов а пока что займемся разработкой плана действия надо выпустить из бункера одного из наших для разведки я бы сам пошел но прихворал голова кружится и ноги дрожат надо отдохнуть странное дело разведчик вернулся и притащил какую-то странную игрушку уверять что это артефакт надо спрятать ее в общак потом проверим кстати неплохое место мы под него определили оказывается под заводом есть огромный подземный склад туда ведет металлическая дверь в углу лучше убежища не найти кажется я догадываюсь про какую игрушку идет речь так это вот этот склад не понял а понял мать теперь божья я на арене ребят тут точно стоит достать пулемет сейчас что-то будет мужик давай если разговаривать то по-свойски без оружия ладно ты чё живой что ли о господи наконец-то кто-то пришел помогите ты кто такой чудес делаешь я последний выживший из группы разведчиков мы пробрались сюда на завод еще месяц назад но оказалось что здесь есть мутировавший вирус которым заразились почти все члены нашей группы это те которые занесли а засели наверху в бункере но ведь они зомбированы да это последствия заражения зомбированным можно стать не только от воздействия пси излучения но и заразившись этим самим вирусом мутантом болезнь протекает очень быстро и всего за неделю человек стремительно деградирует превращаясь в зомби такая участь не обошла и моих товарищей ты тоже болен? не я просто страдаю от истощения когда половина группы заболела мы догадались что болезнь распространяют зомби выходившие на заводе а водившиеся на заводе поскольку у нас не было защитных костюмов наш командир Дездар лично приказал мне еще 3 членам группы отделиться от заболевших и спрятаться здесь в подземном складе чтобы дождаться помощи которую мы вызвали по радио к сожалению нам пришлось повиноваться и оставить наверху своих товарищей мы ничем не могли им помочь никакой из имеющихся лекарств не помогало я надеюсь ты привел помощь чем смогу тем помогу вам у меня есть информация что здесь а что где то здесь спрятано лекарство от вируса но где же остальные выжившие спустились сюда мы попали из огня да в полы оказывается этот склад облюбовал для своего логова здоровенный мутант он приходил каждую ночь и пожирал одного из нас мы пытались убить его но безрезультатно пули просто отскакивают от него толстенная шкура от его толстенной шкуры мутант съел всех моих напарников теперь подошла моя очередь уходи отсюда пока цел я все равно обречен убить тварь ты не сможешь это мы еще посмотрим кстати ваш общак находится здесь да вот этот зеленый сейф и есть общак ключ от него был у ахмета но его утащил и сожрал мутант не знаю даже как его открыть сначала я вскрою этого урода я возьму ключ потом вскрою сейф держись погоди позволь дать тебе совет здесь на одном из контейнеров есть какая-то странная аномалия я заметил что между ней мутантами есть какая-то связь когда стреляешь по нему аномалия реагирует странным образом возможно это тебе поможет удачи ну и на том спасибо а вот и мутант наш так ну погнали что там что там за псевдогигантик то да я чувствую я почему сразу сказал слово псевдогигантик я понял что это обычный псевдогигант именно по звукам а вот видимая аномалия так толбаны псевдогигантича сволочь ты такая да блядь слушайте я одно не пойму какого хера он так близко кидает а вот да ну нахрен что все что ли батюшки мои я думал тут что-то серьезное так ключ от сейфа ключ от сейфа схрона выживших с завода росток блин блин ну собственно говоря тут то оказалось ничего особенного действительно ничего особенного сюда сюда туда куда сюда туда туда куда туда но я помню эти надписи на арене ребят так а перед ключом сейф группы хорошо так 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 а где этот крас а он все таки тут монстр гигант убит замечательная тварь на моих глазах созравшая людей наконец сдохла я чувствую себя как одиссей выбравшийся из логова циклопа понимаю тебя но мне придется тебя огорчить мутировавший вирус все еще бушует наверху без скафандра ты заразишься мой напарник уже успел подхватить эту гадость разве ученые не прислали помощь у них должно быть лекарство мы вызвали их по радио они обещали привезти его и распылить с вертолетов над заводом да нет не прислали но вертолет на заводе таки сел я встретил одного из выживших кстати тоже ученого зовут владимиром и он ничего не говорил о том что их кто-то вызывал по радио как ты сказал владимир не могу поверить этот прохвост обвел всех вокруг пальца что то я ничего не понимаю я расскажу тебе все сначала и поймешь дело было так месяц назад мы пришли сюда с целью разведки территории и поиска хабара группа в составе 10 человек среди которых был я мы встретили здесь зомби но еще не знали о вирусе который они разносят поселились в подвале забаррикадировались стали потихоньку зачищать территорию завода но потом появились первые заболевшие и мы все поняли наш командир связался по радио с учеными и вызвал помощь ему ответили что с научного лагеря будет выслан специальный вертолет со встроенной распыляющей установкой с помощью которой территория завода будет обработана вакциной от вируса после этого главный велел всем не заболевшим засесть в карантине здесь на складе а сам стал ждать помощи вместе с оставшимися среди них был и владимир я мало его знаю но он с самого начала показался мне каким-то хитрым так вот владимир остался вместе с заболевшими хотя у него самого признаков заражения не было многие посчитали это благородным шагом но я еще тогда заподозрил неладное теперь я слышу от тебя что все оставшиеся наверху товарищи погибли а владимир мало того что выжил так еще и представляется ученым а еще один подозрительный факт ты говоришь что вертолет находился на территории завода но да он стоит во дворе это еще более подозрительно ученые не планировали здесь высаживаться они хотели просто распылить вакцину над заводом и бросить в ящиках лекарства сбросить может быть ты находил тела ученых и военных на заводе я нашел одного ученого его звали павел а также труп офицера еще несколько трупов солдат это здесь вот а вот весь экипаж вертолета я не знаю что предположить думай сам но я бы посоветовал тебе пойти и как следует допросить этого владимира если он не сбежал конечно ведь ты с напарником уже зачистили территорию завода от зомби так мне кажется что его держит здесь что то другое пойду и поговорю с ним но прежде выменю игрушку на вакцину кое у кого так с аптечками меня не очень все хорошо поэтому я у него куплю две штуки блин опять 82 килограмма откуда вообще беру берется это все что я такого таска а пулемет точно 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 дружище чё спасибо друг подойди я я отблагодарю так ну ладно я вижу артефакты я вижу водочку я вижу дробь я вижу вихрь 65 штук кстати стоит удивительно что так много то причем стреляет инвентарезиком его нигде не купить а вот так здесь выглядит ребятки чебурашка которого надо отдать карлику ну что ребят пойдемте отдавать так здесь нам ничего не надо но эти хузишки да но с собой практически ничего нет да база долго конечно превратилась охренеть в базу зомби она блять превратилась сука а я думал я думал я всех прибил ёпт твою мать вот это глючит движок причем он скорее всего глючит из-за того что трупы должны там лежать вы посмотрите что творится охереть слушайте как бы у меня вылеты не начались из-за этого дерьма если честно не очень бы хотелось так осторожно мины ну попробуем чё а вдруг не будет мин а вдруг как говорится прокатит а вдруг какие вкусняшки найду блин ну этот труп мне конечно не нравится может его оттащить если его притягивает хер его знает стоит его оттаскивать сейчас или уже оставить как есть пусть он там занимается сам сам своим пичком сам с собой там кто то есть зайди с другой стороны загляни в окно ёпт первый театр кукла чё ты меня так пугаешь блять а тут аномалия а как же мне в окно то заглянуть ну щас заглянем так никого не вижу а здесь здесь никого не вижу кукла кукла ты меня короче ты меня запутала зараза так ну заходи блин ну ЖК ну чё тут пролезть две секунды собака не хочет тихо тихо чё там чё там чё-то какое-то пули действия ага так документы с завода Росток слушайте у меня есть конечно мысля а если он не хочет сюда это самое у меня есть 200 кляшки может быть нам фартанёт и мы сможем телепортироваться давайте попробуем тэкс прокатило прокатило так документы с завода Росток часть 2 ха блять ребята я то теперь не выйду а я то теперь подождите или выйду или не выйду тут понимаете в чём прикол тут тут ребят прикол в том что вот допустим если бы у меня сейчас второй стекляшки не оказалось то каким образом вот честно вам скажу каким образом нужно выходить сволочь придётся загружаться ребят без вариков в общем короче говоря попасть там внутрь я могу вот выйти походу пока никак ладно по крайней мере я уже знаю что там есть документы я их потом возьму блять да ёлки-палки козёл ты давай я тебя перетащу родной дай мне руку свою дай дай не без вариков ребят это вообще какая-то жизнь если честно а вот здесь всё таки мины имеются так ладно всё конечно хорошо это всё конечно замечательно благо не вылетает игра из-за этого идиота который там долбится об стену выходим от всё не понял а всё понял тут конечно переходы интересные под стиль я бы даже сказал первого резидента сделанные так хорошо мне ребят сейчас надо кое-что сделать а именно отдать ребёнку чебурашку потенциальная плюшевая игрушка всей помощью можно принимать мутанта приманить мутанта карлика с завода росток чтобы отдать игрушку мутанту нужно подойти к нему на близкое расстояние и использовать её в инвентаре вот оно как то есть ну да диалога с ним я так понимаю не получится так вы знаете что я хочу сказать я немножечко не туда пошёл мне наверное а подождите стоп 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 слушайте ребят подождите я чё-то туплю я походу немножечко туплю блядь да чё ж так выносливость то падает ёлки палки слушайте ребят ну чебурашка где мой чебурашка а ты где ты где блядь там всё бегает сейчас я тебе дам твоего чебурашку иди сюда иди сюда на возьми чебурашку сейчас короче надо блядь блядь да где он блядь да где он слушайте он же по этому маршруту бегал ну чё теперь в другом месте что ли так это абдуль а вон держи так получим предмет баллон с вакциной задание обновлено мейзеров предупреждает слушайте я одно не врублюсь он завис вот так вот или чё мне кажется не нравится что он так завис если честно почему потому что может быть он мне нужен какой-то скриптовой сцене ладно неважно я надеюсь что критичного ничего не произошло все таким так ну что давайте теперь с ним побазарим и что он мне ясный сокол сука расскажет теперь у меня есть то что тебе нужно я тебе ничего не просил хватит притворяться я знаю что ты никакой не ученый твой выживший товарищ расскажет зал мне о том что ты на самом деле разведчик а вот значит так как не думал что кто-то из спрятавшихся на складе выживет так я не знаю что как это благодаря что в этом что вы можете скажешь все-таки нашел молодец не ожидал и что ты собираешься с ней делать вылечить ее помощью своего напарника боюсь тебя огорчить но это вакцина изготовлена специально для распыления из установки смонтированной для на вертолете ученых если ты попытаешься откупорить капсулу сам вещество просто вытечет и не произведет никакого эффекта а поскольку управлять вертолетом среди всех здесь присутствующих могу только я то тебе не остается другого выбора кроме как отдать эту вакцину мне я дам ее тебе а ты просто улетишь не все не пойдет данный момент ты находишься в менее в этом положении нежели я пойму напарник умирает а мои заказчики могут и подождать так что выбора у тебя нет давай вакцину ты сказал заказчики до кардиганов ские лаборатории можешь слышал они специально внедрили меня в группу разведчиков отправляющихся в район с мутировавшим вирусом чтобы спровоцировать ученых за чтобы спровоцировать ученых за разработками которых они охотятся на высыл спасательной экспедиции с желанной для них вакцины это вакцина ценная штука строить стратегическая разработка ведь если вирус мутант вырвется за границы зоны то тот кто первый станет продавать лекарства от него озолотиться я должен был любой ценой завладеть вакцины но вмешались обстоятельства ты остался заболевшими дождался вертолета что было потом я подмешал в пищу заболевшим снотворное чтоб они не мешали затем вызвал по радио вертолет зависший над заводом и попросил пирота пилота приземлиться якобы для срочной помощи после того как он сел я спрятался а когда солдаты и ученые пошли искать больных я ликвидировал пилота изъял из механизма вертолета нужную деталь без которой невозможно было взлететь я хотел забрать и вакцину но произошло странное на моих глазах емкость ней стащил какой-то шустрый мутант после всего этого я спрятался на заводе и стал ждать пока ученые солдаты не умрут военные не заставили себя ждать но ученый прилетел саркофаги и тогда ты его убил да пришлось запачкаться после этого я постоянно занимался поиском вакцины пока не пришел ты с напарником я все еще жду от тебя колба с вакциной и да и советую тебе меня убивать как я уже сказал только я смогу поднять в воздух и распылить вертолет и распылить вакцину но ты ее не распылишь потому что должен доставить заказчику слушай давай так я выкуплю у тебя эту вакцину что ты хочешь за нее а ты потянешь на миллионера вроде не похож мне за эту колбу обещали пол ляма наличными однако могу взять и артефактами но только уникальными которые сами стоят больших бабок есть атаки так ну чтож ему дать рука мародера волчок а что за волчок извините глаз череп контроля аномальный череп 70 штук стоит сушки ну в принципе а что за волчок бог кубышка уголек а вот этот уникальный артефакт не сюжет редоносные вирусы сочи да нахер он не нужен давайте волчоком отдадим на волчок уговорил жди здесь я сейчас починить вертушкой вертушку и распылить с нее вакцину только колбу мне до ладно надеюсь ты меня не подведешь вот лошара он сейчас уедет сейчас просто на встрече сейчас просто-напросто свалит и на этом и на этом все закончится сука если чё я по тебе буду палить вас все ребят по ходу свалила да я не ожидал что жикан будет таким лошарой если честно не ожидал а подождите или он распылил и типа улетел так что ли задание выполнено давайте с напарником побазарим по ходу он очухался как самочувствие немного лучше ты добился того что вирус был обезврежен да как ты узнал я слышал твой разговор с этим самозванцем эх если бы я не заболел то с радостью прострелил бы ему задницу а тебе спасибо ты спас мою жизнь и я твой должен должник в припяти сочтёмся ты в состоянии продолжить путь пока что нет извини мне надо немного полежать и оклематься понимаю чтоб не не скучал дам совет расспроси как следует алана об этом заводе я пообщался с ним пока ты провожал вертолет мужик он опытный к тому же знает это место лучше нас алан уже сюда прибежал почему-то нас ты не остался в бункере черт с ним этим гиблым местом ноги моей там больше не будет ноги мои там больше не будет а как ты прошел через мины очень просто разминировал это ж мы их из закладывали когда зомби когда зомби защищались теперь можешь ходить там спокойно замечательно слушаю меня тут появилось немного свободного времени ты здесь раньше нас может даже наводку на какую-то интересную нычку думаешь если бы она у меня была то я стал бы с ней кем-то делиться хотя с тобой могу в принципе короче есть одна инфа здание которому пристроена эта башня в которой мы сейчас находимся было когда-то заводской котельной это такой цех в котором стояли котлы и грелась вода на разные нужды так вот мы с ребятами так и не смогли пробраться туда потому что вход закрыт на замок через окна можно что-то разглядеть но залезть не получится там решетки если хочешь можешь попробовать пробраться но предупреждаю там походу опасно какой-то бедолага там уже прилег судя по метке на карте ясно а что-то может быть полезного ли ценного через одно из окошек я видел сейф в дальней комнате него не помешало бы заглянуть и найти в нем пару дохлых крыс джекан если бы речь шла о каком-то обычном заброшенном доме на окраине города но ведь мы же в зоне не забывая цены артефакты никогда на виду не валяются проверю котельную но где же взять ключ от двери не знаю слушай я припоминаю что когда мы рыскали по заводу я где-то видел дверь с надписью комендант коменданта точно должны быть дубликаты всех ключей понятно так еще две аптечки у тебя слушай да ты меня радуешь родной ты меня прям сегодня очень радуешь так ребят как бы там ни было как ни крути как говорится а мне надо делать тайничок а учитывая ребятки что в бар скорее всего мы не попадем то я не вижу ничего лучше как сделать тайничок вот в этой трубе почему бы и нет хорошая труба найти ее всегда смогу вот поэтому скорее всего все что мне мешает все лишнее я в эту трубу и выложу десятую кассету мы нашли блин тишь 7 раз добыть так водка ушла это ушло это ушло железная рех ушел клубок шоу шоу одну стекляшку наверно выложим слезу выложим так какие арты у меня еще не на поясе но улито понят только это квестовый арте его выложить ну никак не могу уж изменить так остался у меня калаш осталось у меня сайга остался у меня перна чьмой патронные аптечки да ну блин всего кассеты все таки буду ребят на и на хранить в одном месте потому что седьмую он быть я и находил только где на блять хер его знает можно на агропроме валять хотя нет на агропроме я был ребят там кассет нет может быть на окраине может быть на кордоне но туда шить и надо мама родная поэтому пока пока вот так вот пусть все будет в таком виде здесь лежать а дальше разберемся другой вопрос меня интересует вопрос где взять водички я вот не знаю тут наверху вообще есть чего нет в плане воды по моему все таки нет скорее не чем да жекан это абдуль я уже оклемался готов идти дальше ажди абдуль тут интересная аномалия нарисовалась и она меня уже шарахала раза три что-то хорошо шарахал а еще знаете чем не интересно еще мне интересно где взять дверь с надписью комендант ах ты тварь так тут электры гуляют про какой же шон сейф то мне рассказывал то все таки этот сейф там наверху знаете что ребят а давайте-ка в бар прогуляемся в наш старый добрый бар а вы слышите что кто-то разговаривает а кто хотелось бы знать а тут решетка а в этот раз ребятки в бар мы не зайдем при всем большом желании только бы выбраться только бы выбраться так ни хера себе какую-то резику кто ж это там разговаривает слушайте ну мы же в принципе то бар еще не весь изучали правильно по крайней мере в этом моде мы не были вот здесь вот ее туда лучше не ходить наверное знаете такое ощущение что как будто кто-то посудой гремит ух ты блять за малым сука тварь блин висит же тут на росток это куда на росток сюда что ли а ну короче это тупо переход на дикую территорию а ребят кладовка коменданта вот вам и пожалуйста вот вам и пожалуйста вот вам и кладовка коменданта вот вам и кладовка коменданта так ладно я сейчас пока не хочу идти туда дальше а ну-ка стоям бы это кто или что вот то фака из защиты а для хаму хочу дает уплёту тартик можно сейчас забрать как хорошо о еще одна стекляшка ништяк для телепортов самое оно ой блять так ну давайте сейчас просто ради интереса глянем что тут ничего так ну тогда а тут гуляет это дерьмо я думаю блять ну что ж такое то а так так отдай 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 и аптечки отдай так здесь ничего я понял тут наша красотулька аномалия бегает походу на армейские склады мне пока путь заказан тварь такая сучка так вроде как с этой стороны эта тварь меня не трогала сука а слушайте ну что ж такое как мне теперь назад то прийти это ж пиздец полный получается какой то я извиняюсь конечно за выражение но походу так и есть оси медленно идти может это тварь меня не тронет слушай вроде не трогает убежали все походу прокатило фух ура так тут есть что нет смеркается кстати потихонечку да ну хватит тебе терпи жк терпи братан терпи на тебе ручку зомби от кровотечения все успокоился так а тут кстати ребятки еще один труп тот пока особо не пойму где на крыше что ли знаете такое ощущение правда где то на крыше то ли странно очень 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 странно нет 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 и еще раз нет правда чушь там за труп то ладно пойдемте короче к нашему коменданту вернее к его кладовке кстати там дальше так и не прошел так здесь я был здесь походу еще не был так это вход в котельную который находится где блядь а чё то реально ни хера не в сосу как тут все устроено сейчас херань от меня ай блядь сучка линок за уже практически в негодность пришла блядь так вот понятно вот он вход в котельную все идем короче нашему коменданту тишина комендант а еще что опять же повторюсь темнеет тихо сука сучка комендант это все таки вот эта херня блядь да кто ты где ты падла только бы выбраться а вот в это окно елки палки а я в те окна смотрел блядь пизде а извините вот это блин ну тоже разработчики лошары там два окна нахера тогда если вот он здесь Сергей Михайлов хорошо хоть не Стас блядь мужик ты что здесь делаешь ищу сына а ты из поисковой бригады да нет я разведчик что еще за разведчик где мастер участка он же говорил что эвакуация должна начаться в 10 часов а потом уже и закрыл меня здесь автобус еще не приехал счет я не пойму какой нахер автобус какая эвакуация какой мастер здесь кроме меня еще двух человек никого нет вот уже больше года может ты заразился надежка у тебя цивильная защита нет как ты вообще сюда попал это походу призрак ребят ну я работаю здесь на заводе Росток вахтером пришел на смену своего пятилетнего сына а привел на смену своего пятилетнего сына а он стал баловаться и спрятался от меня куда-то вдруг ни с сего ни с того объявили срочную эвакуацию я рассказал обо всем мастеру он организовал поиски моего ребенка а меня попросил посидеть здесь в коптерке коменданта я выпал пару таблеток от сердца сильно переволновался уснул проснулся смотрю а дверь заперта и тишина кругом думал что все поехали и меня здесь забыли потом вспомнил про Антошку о господи Марина мне голову открутит за него чё-то я нихрена не пойму ты говоришь так будто завод был брошен только вчера но ведь он пустует уже больше года сейчас в 2008 на дворе какой еще 2008 странные у тебя шутки мужик сегодня 13 апреля 2006 года пятница понятно ты спрятался от зомби долго слетел здесь и свихнулся от стресса это ты свихнулся раз несешь ахинея сейчас же выпусти меня отсюда я должен успеть найти сына до того как приедет автобус открой дверь а где взять ключ о молодец ЖК немножко начал соображать он у главного мастера отыщи его во внутреннем дворике Михалыч должен быть там руководить эвакуацией и собирать народ думаю есть смысл туда наведаться так у главного мастера отыщи его во внутреннем дворике Михалыч должен быть там Михалыч Михалыч да может быть надо только бы выбраться только бы выбраться может надо искать труп по имени Михалыч я предлагаю ребят поспать а утром продолжить так внутренний дворик слушайте а вот это что за труп я вот честно говоря не помню что это не видится что это не видится так ну что с добрым утром страна проснулись проснулись блин у меня к сожалению карма чуть-чуть упала не могу даже понять почему так аккуратненько тут проходим так а это что за ох ты блять елки палки мне и меня что то притягивает и там по моему кто то ушел за дверь пиздец ха хх ха 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 ху ха х JA laba huis а 도 Tagelde несет придумать это охереть можно блядский зомби туварит а он меня короче притягивать я это понял уже так вот сюда вот здесь чё все что охереть он с топором еще был нормально так ключ коменданта отлично отлично просто я говорю ребят я не удивлюсь что этот скажем так отец сына то бишь карлика уже он просто-напросто призрак ну или фантом как кому нравится так идем сюда точно прям реально какой-то резидент и жесткий и нить так ничего открываем теперь мы ребят догадались как сюда идти вот документы завода росток часть старая давайте теперь их все-таки прочитаем начальнику охраны завода росток для служебного пользования в течение 10 один в течение 10 11 апреля приняты меры по организации усиленной охранность склада номер два где будет храниться партия особо ценного сырья обеспечить целостность тары и бдительность охранного персонала при парк при погрузочной разгрузочных работах а также при хранении запрещается контактировать с данным материалом либо с емкостями и тары в котором они содержат в котором он содержался без спецкостюма всем работникам ведомственной и вне ведомственной охраны выдать средства индивидуальной защиты и провести вне плановые структажи главный инженер корбут в а так нашего красавчика на ножи нету ну как я и ожидал ребята вот видите что здесь череп и рука опять же как я и ожидал то есть это был призрак это ребятки был призрак а этот чувак уже давным-давно покоится вот все что от него осталось остальное может быть зомбаки растащили хер знает и что это я взял и что это я взял скажите мне пожалуйста я чё-то честно говоря так и не врублюсь что это было а вот конденсатор большой конденсатор советского производства емкостью 10 микрофарад микрофарад да я начинаю понимать конечно жесткий сюжет замутили разрабы но пипец реально жесткий отец давным-давно погиб лежит вот здесь не похоронены а ребенок превратился в зомби и в виде карлика бегает по двору и ищет папу нам не для сам не для слабонервных я вам так скажу по большей степени сюжет ладно собрались ребят собрались сюжеты конечно с детьми ребят это очень сильно плане эмоциональном даже не каждый выдержит если честно не каждый особенно кого есть дети так дверь заперта открыли давайте надо сделаем отдельный сейф уже давно давно не делали так котельную мы пробрались обыскать сейф в дальней комнате так вот он с этих рук которого мы так искали инфази зона здесь какая-то странно воздушная аномалия нас носит а она сносит меня назад кажется ее можно обойти по вентиляционным коробам под потолком но как же туда влезть надо ящик какой-то подвинуть или коробку может все дело в этих вентиляторов что у стены снорной ладно сейчас будем смотреть что за вот дерьмо вентиляторы что снаружи да не она вряд ли каши вентиляторы тут виноваты так ребята загрузился с сейва объясню почему вот мы инфузи зона взяли да я зря разбил ящик он нам как раз нужен для вентиляции чтобы не тратить артефакт самый предскажите на стекляшку вот двигаем его сюда запрыгиваем ёперны театр какая прелесть я думаю что такое чё он дохнет сука а он просто-напросто весь в кровотечении из это сам так подождите а чё то я не заметил она что так ну и чего и чё тебе не нравится вася пиздец какой-то так ну подвинул ну запрыгнул ты елы-палы так чё то знаете бывает нет нет он просто дохнет на ровном месте как те цыплята блин от инфекций из-за чего почему хер знает так а где собственно говоря сейф сейф вот он мне сдаются идет только хуже и хуже паук этот паучок очень полезен своей невидимой паутиной он заплетает бреши и повреждения в комбинезоне владельца медленно его ремонтируя правда убитую до нуля одежку он уже не восстановит артефакт возобновлять состояние брони работает только при хорошей удачи ха 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 да похер я блин броню чиню на 1 2 это делается вот так все не собираюсь его на поясе носить в коллекцию положу х лежит так ну что ребят что я могу сказать а могу я сказать следующее алан вроде бы да давай алан вроде мне прислал сообщение что он якобы очухался и может идти дальше давайте мы сейчас с ним поболтаем ой вернее не алан ребят сорян алан это второй а я сейчас говорил про 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 абдуля вот с аланом все понятно о кстати диалог а ты не видел здесь на заводе еще кого-то кроме нас кроме вас солдаты ребят из моей группы царство небесное никого я здесь не видел а что я искал ключ коменданта и встретил какого-то чудака в запертой комнате он утверждает что сейчас 2006 год и до сих пор и идет эвакуация чё за бред у тебя глюки что ли с психикой все нормально хотя в таких условиях как здесь можно и поехавшим стать выпей чуток водочки должно помочь это зона с тобой шутит показывает то чего на самом деле нет а если встретишь еще раз того мужика перекрестись скажи ему сгинь нечистый и он пропадет как не бывало шутить изволите раз понимаешь юмор знать башка в порядке и я тут в котельную пробрался внутри какая-то хитрая аномалия не пускает меня к сейфу сдувает током воздуха что посоветуешь ну ребят на самом деле мы уже решили эту проблему но давайте прочитаем делу поправляться вам нужно уважаем уже ветром сдувает а если серьезно то думать у каждой уникальной аномалии есть свой секрет еще нашел одну вещь она осталась после того человека в общем это конденсатор погляди он самый здоровенный аж на 10 микрофарад слушай есть одна идея не томи если включить логику то выходит так откуда-то берется мощный поток воздуха значит его что-то генерирует поскольку здесь завод и много разных механизмов то скорее всего воздух задувают вентиляторы они при работе сильно шумят так что поищи их ориентируясь по звуку зачем них искать и как они могут работать вообще а также к иногда в зоне попадается редкая электрическая аномалия которая поселяется в старом оборудовании и долгое время поддерживать его работу получается как бы вечный двигатель понимаешь в проводах тока нет а моторы работают так что если ты хочешь убрать этот воздушный поток то отключи вентиляторы сделать это ты сможешь как раз с помощью этого самого конденсатора который ты нашел него перейдет напряжение с мостов и они остановятся надо поискать моторы и разрядить их конденсатора добрался я до сейфа ну рассказывай я нашел там артефакт который восстанавливает броню черт побери я аж давно я уже давно охочу за этим артефактом это паук верно он мне нужен ну вообще-то мне тоже блин мужик пойми меня я заключил так создать контракт с одним человеком из в общем неважно откуда он но у него большие связи его знают под именем хрип от их you он заказывает людям артефакты они должны добывать их в определенный срок если не успеть можно получить проблемы вне зоны я вот как раз подписался на такое дело пообещал добыть этого паука штука это ценная он восстанавливает целостность синтетических тканей металлов и пластмасс так вот срок моего контракта и стек пока я сидел под земелью но если ты дашь мне этот артефакт то я смогу избежать проблем понимаешь если хочешь я могу его тебе продать дык денег нет у меня как на зло жекан воде в положение у меня жена ребенок если у меня появятся враги я не смогу защитить свою семью понимаешь ладно ты можешь ты можешь мне что-то взамен предложить вообще-то могу только вот не все так просто короче есть у меня инфа еще об одной интересной нычки здесь на заводе это башня в которой мы с тобой сейчас сидим на самом деле водонапорная прямо над нашими головами размещен резервуар в который когда-то закачивалась вода а потом самотеком подавалась вниз на разные нужды однажды я влез на самую верхушку резервуара заглянул в щель и заметил и заметил внутри какой-то странный светящийся предмет похоже на артефакт он плавал на поверхности воды попробовал достать его веревка но не смог так как уровень баки был слишком низким продолжай ты мог бы попробовать достать его сам я подскажу тебе способ нужно накачать в этот бак воды с самого верха чтобы уровень поднялся а вместе с ним спил всплывет и артефакт чтобы сделать это нужно открыть три вентиля для подачи воды которые я помечу тебе на карте ну так что договорились договорились но я не смогу вскарабкаться на вертушку башни не беда кукла ржет сучка как только уровень а повысится до максимального то артефакт на некоторое время покажется на крыше бака воспользуйся моментом избей его оттуда болтом или пулей я тут в котельную пробрался а так ладно слушайте но знаете при всем приколе я могу у него этого паука купить за 55 штук и я это сделаю я думаю что мало ли может быть он мне еще пригодится все таки редкий арт извини вася но паука тебе все таки не видать так с абдулями я еще поговорю сейчас у меня новая задача квест называется наливай ништяк так открыть вентиль номер один